Девятая ежегодная международная конференция «Деньги и процент. Экономика и этика» прошла в СПБГУ. В последнее время интерес к вопросам теории денег и их происхождения вновь взрос, благодаря появлению электронных денег и криптовалют. Конференция организована Центром исследований экономической культуры СПБГУ при поддержке экономического факультета СПБГУ и Ассоциации этики бизнеса. Мы всегда смотрим на многие экономические вопросы с определенного угла зрения. Сама конференция называется «Деньги и процент. Экономика и этика». И в самом названии тоже мы выделяем этическими моментами. Хочу напомнить, что когда создавался наш факультет свободных искусств наук, а это произошло ровно 10 лет назад, собственно, создалась и была образована эта конференция, которая стабильно каждый год идет с очень широким международным представительством. Участники конференции говорили о деньгах под разными углами зрения. Не только как об экономическом инструменте и участнике трудовых отношений, но также в контексте истории, литературы, кино, этики и морали. Это только показывает, в какой степени институт человека является особым элементом в определении политического суверенитета нации. Это также показывает, что для простой причинно-следственной связи деньги нужны так же, как нужны государству. Следовательно, желание свести валюту к ее роли инструмента, облегчающего обмен, как это делает неоклассическая теория, является признаком глубокого непонимания истинной природы денег. Один из самых сильных способов определить направление будущего – позволить себе надеяться. Поэтому мы должны позволить себе надеяться на то будущее, которого мы хотим. И, конечно же, иногда одна из вещей, которая может парализовать нашу надежду – это страх, когда мы начинаем бояться. Мы просто начинаем думать о том, что хотим выжить. Нам нужно избавиться от страха и прочего. Взаимоотношения человека и денег часто становятся предметом исследований для творцов произведений искусства, литературы и кино. И, конечно, каждое время рождают не только своих героев, но и свои проблемы. Уже есть даже современные фильмы про коллекторов. Фильм 2016 года, главный, ну и фактически единственный ролик Константин Хабенский. Вот он посвящен именно профессиональному взысканию задолженности. Но мне больше нравится фильм 2010 года в главной роли Джут Лоу под названием «Потрошители». Поучаствовать в конференции можно было как на онлайн-платформе, так и лично. И у каждого был шанс задать вопросы спикерам. Так что дистанционный формат не помешал диалогу. Я помещаю в чат некоторые вещи, которые как бы дают вам мою точку зрения для тех, кто заинтересован. Но мой комментарий заключается в том, что мы говорим о деньгах так, как если бы мы знали их, как некую конкретную вещь. Но это не эмпирическое естественное явление. Так что это то, что мы определили. И у нас нет конкретного или стабильного определения того, что такое деньги. В девятой ежегодной международной конференции «Деньги и процент. Экономика и этика» приняли участие не только ведущие экономические вузы России, но и знаменитые высшие учебные заведения этого профиля из Великобритании, Франции и Дании. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центра исследований экономической культуры СПБГУ и в его официальной группе ВКонтакте. Анастасия Маханева, Медиа-центр СПБГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова